Вы, наверное, знаете анекдот про двух торговцев, которые отправились в Африку в начале 20 века. Им нужно было выяснить, можно ли там торговать обувью. Каждый отправил обратно Манчестер по телеграмме. Первый написал, ситуация безнадежная, здесь все ходят босиком. Второй написал, перспективы превосходные, здесь еще ни у кого нет обуви. В мире классической музыки ситуация совершенно аналогичная. Есть люди, которые думают, что классическая музыка умирает, а есть и такие, которые говорят, все еще только начинается. Я не стану ссылаться на опросы и приводить статистику, не буду рассказывать, сколько каждый год закрывается оркестров и звукозаписывающих компаний. Лучше мы сегодня поставим эксперимент. Да-да, эксперимент. Впрочем, это не совсем эксперимент, ведь мне заведомо известен результат. Но это похоже на эксперимент. Прежде чем начать, мне нужно сделать две вещи. Во-первых, я хочу напомнить вам, как играет на рояле семилетний ребенок. Может, у вас дома есть как раз такой ребенок. Он играет примерно так. Вижу, кое-кто из вас явно слышит подобные звуки не впервые. Теперь, смотрите, ребенок учится, берет уроки, проходит год, ему уже восемь. И вот он играет так. А теперь наш ребенок еще год берет уроки, теперь ему девять. А затем он берет уроки еще год, теперь ему десять. На этой стадии дети обычно бросают занятия музыкой. Но если у Чада хватает терпения еще на год, то вот что получается. Что произошло? Нет, совсем не то, что вы подумали. Дело не в том, что ребенок полюбил, наконец, музыку, погрузился в нее, сменил педагога по фортепиано и достиг возраста полового созревания. Просто он стал реже ставить акценты на нотах. Видите, сначала он играл с акцентом на каждой ноте. Потом с акцентом на каждой второй ноте. Я качаю головой, когда ставится акцент, следите. Девятилетний ребенок давал акцент на каждой четвертой ноте. А десятилетний на каждой восьмой. А одиннадцатилетний давал единственный акцент на всю фразу. Не понимаю, как это я принял такую позу. Я вовсе не собирался вот так вот стоять плечо и играть. Музыка сама заставила меня так усесться. Я это называю играть на одной ягодице. Можно играть и на другой ягодице. Знаете, однажды некий джентльмен был на моей лекции. Я давал мастер-класс для юных пианистов. А он был президент некой корпорации из Огайо. Как я показываю юным дарованием, как играть, и говорю, проблема в том, что ты играешь на двух ягодицах, а надо играть на одной. И я, не снимая его рук с рояля, поправил ему позу, и вдруг неожиданно у нас получилась музыка. Музыка полилась ручьем, аудитория ахнула. Настолько по-иному зазвучала его игра. А потом я получил письмо от этого джентльмена. Он писал, я так вдохновился вашей идеей, что вернулся домой и пересадил всю свою компанию на одну ягодицу. А во-вторых, я хотел вам сообщить нечто о вас самих. Здесь примерно 1600 человек в зале. Думаю, что, скажем, 45 из вас ходят по классической музыке с ума. Эти люди влюблены в классику. Радио у вас всегда настроено на классическую волну. В машине у вас записи с классикой. Вы ходите в филармонию. Ваши дети учатся музыке. Вы представить себе не можете, как можно жить без нее. Это первая группа весьма немногочисленная. Вторая группа, в ней больше людей. Это те, у кого классика не вызывает рвотного рефлекса. Вроде того, что вы возвращаетесь домой после тяжелого дня на работе, наливаете себе бокал вина, кладете ноги на стол, и если тут на заднем плане так тихонько запустить вивади, то вам даже понравится. Это вторая группа. А третья группа, это люди, которые никогда не слушают классику. Ее не существует в их жизни. Классика доносится до вас в аэропортах эдаким дымом от соседской сигареты. И вы знаете, вот это марш из Аида, его играли, когда вы входили в зал. Вы никогда не слушаете классику. Эта группа самая значительная. А есть и совсем крошечная группа. Это люди, которые считают, что у них нет слуха. Поверить невозможно, сколько людей на свете думают, что у них нет слуха. Особенно часто я слышу такое, у моего мужа нет слуха. На самом деле людей без слуха не бывает. Это невозможно. Человек без слуха не может переключать передачи в машине, не может отличить по голосу Техаса от Римменина. Или вот возьмем телефон. Когда вам звонит ваша мама, звонит на ваш дурацкий мобильный, и говорит «Привет», вы не просто сразу узнаете ее, вы сразу понимаете, в каком она настроении. У вас у всех потрясающий, восхитительный слух. У каждого людей без слуха попросту не существует. Но вот что я хочу сказать. Я не могу без боли смотреть на этот чудовищный разрыв между теми, кто влюблен в классику по уши, и теми, чья жизнь проходит без нее. Я не говорю о тех, у кого нет слуха. Таких в нашем зале нет. Но даже если брать три других группы, разрыв все равно большой. Поэтому я сейчас прекращаю говорить и объявляю во всеуслышание всем, кто в этом зале, в этом здании, в Калифорнии, всем, кто нас видит и слышит. Мы с вами сейчас полюбим и научимся понимать классическую музыку. Этим-то мы сейчас прямо и займемся. Кстати, посмотрите на меня и заметьте, что я не имею ни малейших сомнений, что у нас получится. Загляните мне в лицо. Это одна из особенностей настоящих лидеров. Они никогда не сомневаются ни на секунду в способностях тех, кого они ведут за собой. Лидер знает точно, его ведомые способны воплотить в жизнь любую его мечту. Выобразите себе Мартин и Лютера Кинг. Он кричит людям, у меня есть мечта, а потом скептически задумывается. Чуть-то я не уверен, что у них получится. Я сыграю вам небольшую пьесу Шопена, совершенно восхитительную прелюдию Шопена. Некоторые из вас ее узнают. Загляните, я думаю, у нас в зале вот что произошло. Когда я начал играть, вы подумали, какой прекрасный звук. Кажется, в следующем году мы уже не поедем отдыхать вместе. Удивительно, не правда ли? Удивительно, как подобные мысли приходят вам на ум, когда вы слышите такую музыку. Ну и, конечно, если пьеса длинная, у вас был тяжелый день, под нее можно и задремать. И когда сосед пихнет вас локтем в ребра, и скажет, очни и ступица, это ж культура, чем еще больше испортит вам настроение. Но скажите, вам никогда не приходило в голову, что если вас тянет сон под классику, то дело вовсе не в вас, а в исполнителе? Скажите, никто не подумал, пока я сидел за роялем, какого черта он дает столько акцентов? Я сейчас головой покажу, и вы обязательно произнесете про себя эту фразу. Поэтому отныне и до конца ваших дней, всякий раз, когда вы слушаете классику, вы сумеете расслышать эти ненужные акценты. А давайте разберемся, что у нас тут на самом деле творится. Вот у нас нота Си. Вот Си. За ней идет До. Зачем нам До? До вкладывает в Си грусть. Вот, вы сами слышите. Композиторы это отлично знают. Если им надо написать печальную музыку, они обходятся этими двумя нотами. А по сути дела, это Си, а потом четыре раза печально. А теперь у нас идет Ля. Потом Соль, потом Фа, и у нас выходит Си, Ля, Соль, Фа. И если мы сыграли Си, Ля, Соль, Фа, то какую ноту мы ждем дальше? Так, не получилось. Давайте еще раз. Да у нас тут целый хор. И заметьте, при этом вы сами увидели, что нет на свете людей без слуха. Нет, взять последнюю деревню в Бангладеш, взять любой уголок в Китае, даже там все знают эти ноты. Разумеется, мы все ждем Ми. Ну, Шопен не хотел бы так сразу давать нам Ми. Почему? Чтобы вышло, а музыка бы кончилась. Как Гамлет. Помните Гамлет? Акт первой сцены третьей. Он узнает, что его дядя убил его папу. Вообразите, в этот момент он кидается на дядю, едва не убивает его, но тут отступает, потом снова кидается на дядю, снова едва не убивает его. Ну, критики сидят себе в билетаже, пишут рецензии, им нужно свое мнение выразить. И там у них сказано, Гамлет любитель откладывать дело в долгий ящик. У Гамлета и Дипа в комплекс. Да нет же тупицы, если он его тогда убьет, пьеса кончится. Поэтому Шекспир запихивает в пьесу всю эту историю. Ну, вы помните, Офелия исходит с ума, актеры играют пьесу в пьесе, череп Йорика, могильщики. Это все для того, чтобы оттянуть наступление акта пятого, когда Гамлет таки убивает дядю. С Шопеном та же история. Он уже был и дал нам Ми, но тут спохватывается, а нет, давайте-ка сыграем все еще раз сначала. И вот он играет еще раз сначала. Тут на него находит возбуждение. Это все эксцессы возбуждения. Тут он добирается до фа диез, и только после этого, наконец, дает нам Ми. Но это же неправильный аккорд. Мы ожидаем... А вместо этого получаем... Мы это называем обманная каденция, потому что она нас обманывает. Я своим ученикам всегда говорю, когда играете обманную каденцию, поднимите брови, и все сразу все поймут. Значит, он добрался до Ми, но на неправильном аккорде. Он снова дает нам Ми, и этот аккорд тоже не тот. Но он еще раз дает Ми, аккорд все равно не тот. Он дает Ми еще раз. Вон там, в первом ряду, сидит господин. Он вот так сделал в этот момент. Он такой же жест делает, когда возвращается домой после тяжелого дня. Глушит двигатель в машине и говорит, фу, ну вот я и дома. Ведь мы все знаем, что такое быть дома. Вот и наша пьеса. Она проходит путь от далеко до дома. И я сейчас ее сыграю вам от начала до конца. Вы следите. Си, до, си, до, си, до. Потом вниз на ля. Потом вниз на соль. Потом вниз на фа. Почти до Ми, но нет, потому что иначе пьеса кончится раньше времени. Потом снова обратно на Си. Начинается возбуждение. Потом он дает фа диез. Потом Ми. Но аккорд неправильный, и снова неправильный, и снова, и снова. И, наконец, дает правильное Ми. И вот мы дома. Обратите внимание, как я буду играть. На одной ягодице. Потому что я не смогу пройти от Си до Ми, если буду думать по дороге про ноты между ними. Я должен думать про большой путь. Я должен думать про длинную-длинную дорогу от Си до Ми. Вот, знаете, я однажды был в Южной Африке. А в Южной Африке невозможно не думать про Нельсона Манделлу, который просидел в тюрьме целых 27 лет. Про что он думал там, пока сидел? Когда обед? Нет, он думал о своей мечте, о будущем для Южной Африки и для всего человечества. Вот. Главное в нашем деле – далекая цель. Мечта, долгая дорога. Вообразите себе птицу, которая летит над полями, ей неважно, сколько оград разделяет эти поля, они ниже ее, не так ли? Поэтому и вам нужно сейчас следить за дорогой, как она бьется от Си до Ми. И у меня к вам есть еще одна последняя просьба. А потом я уже начну играть пьесу от начала до конца. Вспомните кого-нибудь, кто вам очень дорог, но кого с вами больше нет. Любимую бабушку, возлюбленного, кого-нибудь близкого, кого вы любите всем сердцем, но кого больше нет рядом. Вспомните этого человека, но одновременно следите за музыкой, как она идет от Си до Ми, и тогда вы поймете все, что хотел сказать Шопе. Я не могу сказать... Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Вы, наверное, удивляетесь, почему это я тоже аплодирую. А я такой же номер показал в одной школе в Бостоне. Перед группой в 77-классников каждому по 12 лет. Я сделал то же самое, что сейчас. Рассказал им все про ноты, про дорогу и так далее. И в конце они такое устроили. Хлопали как сумасшедшие. Я тоже. Я аплодирую, они аплодируют и так далее. И тогда я остановился и спросил, а почему я аплодирую? И тогда один из них сделал такое серьезное лицо и сказал, потому что мы вас внимательно слушали. Подумайте только, вот вы, 1600 человек, занятые люди из самых разных профессий. Одна пьеса Шопена заставила вас слушать, понимать и переживать. Это все дорогого стоит. А теперь вот что. Могу я быть уверен, что каждый из вас в самом деле слушал, понимал и переживал? Ну, разумеется, нет. Но я вам вот что расскажу. Я раз был в Ирландии во времена волнений, 10 лет назад. Я работал с детьми, католиками и протестантами, учил их, как гасить конфликты. И я с ними сделал тот же номер, что сейчас. Рискованная вещь, конечно, ведь дети-то были самые, что ни на есть, уличные. И вот один из них подошел ко мне на следующее утро и сказал, знаете, я никогда не слушал классику, но когда вы сыграли эту шопиновскую вещицу, вы знаете, у меня год назад убили брата, и я не мог плакать по нему. Но вчера, когда вы сыграли эту вещь, я думал именно о нем, и у меня слезы ручьем катились из глаз. И знаете, это было такое облегчение плакать по брату. И в тот миг я понял, что классическая музыка доступна всем и каждому. Всем, без исключения. Подумайте только, в моей профессии музыкантами так не думают. Они говорят, 3% населения любят классическую музыку. И если нам удастся увеличить эту долю до 4%, мы решим все свои проблемы. Подумайте, как ведет себя человек, который думает так. Если только мы сможем с 3% перейти на 4%. А теперь подумайте, как ведет себя человек, который думает так. Все, все без исключения обожают классику. Они просто еще об этом не знают. Вы видите, конечно, это два совершенно разных мироощущения. У меня был удивительный опыт. Мне было 45 лет. За плечами 20 лет за дирижерским пультом. И тут мне вдруг пришло в голову, ведь дирижер оркестра не производит ни звука. Вот на диске мой портрет. А между тем я дирижер, не произвожу ни звука. Весь его успех и сила зависят от того, насколько он может дать силу другим людям. И эта мысль изменила во мне все. Вся моя жизнь перевернулась. Меня удивленно спрашивали мои собственные оркестранты. Бен, что случилось? А то и случилось. Я понял, что моя задача, моя работа – пробуждать других людей, оживлять их возможности. Конечно, я хотел знать, получается у меня или нет. Как я это узнаю? По глазам. Если глаза светятся, то у вас все получилось. Возьмем вот этого парня. Его глаз хватит на освещение целой деревни. Вот. Если глаза горят, у вас все получилось. Если глаза не горят, вам надо задать себе вопрос. Вот какой. Кто я такой, что у моих оркестрантов не горят глаза? С детьми то же самое. Кто я такой, что у моих детей не горят глаза? Понимаете, это два совершенно разных мира ощущения. Вот сейчас закончится наша магическая неделя в импереях, и мы вернемся обратно в реальный мир. И я говорю, мы обязаны задать себе вопрос. Кто мы такие? Какими мы возвращаемся в реальный мир? Вы знаете, у меня есть определение понятия успеха. По мне это очень просто, и деньги, и слава, и богатство тут ни при чем. Успех меряется количеством горящих глаз вокруг меня. Вот у меня для вас последняя мысль. Наши слова, то, как мы говорим, значит очень многое. Это очень важно, что и как мы говорим. Мне это объяснила одна женщина. Она выжила в Освенциме, одна из немногих. Она попала в Освенцим в 15 лет. С братом. А брату было 8. Родители погибли. И вот она мне рассказывает. Мы едем в поезде на пути в Освенцим. Я опускаю глаза и вижу, что брат босой. Куда-то делись ботинки. Я ему сказала, ну что же ты за тупица? Как же ты не можешь уследить за своими ботинками? Ну, вообразите себе, каким тоном старшая сестра говорит с младшим братом. К несчастью, это оказались последние слова, которые от нее услышал брат. Больше она его не видела. Он не выжил. И когда она вышла живой из Освенцима, она поклялась. Она мне сказала так, я вышла из Освенцима в новую жизнь. И я поклялась, что больше никогда не произнесу ни слова, если это слово не будет достойно оказаться моим последним словом в этой жизни. Можем ли мы в самом деле так говорить? Нет, конечно, это будет неправильно. И для нас самих, и для тех, с кем мы говорим. Но это, однако, цель, к которой надо стремиться. Спасибо большое. Вот я же вижу, у вас горят глаза. Горят. Спасибо.